Библейский портал экзегет.ру представляет 19-й псалом читаем для библейского портала экзегет, перевод российского библейского общества. Ну вот, предыдущие псалмы мы рассматривали, как и последующие будем, в некоторой взаимосвязи, и видели в них развитие действия, конечно, они все самостоятельны. Но вот 19-й, он как будто немножко выбивается из общего ряда. 18-й псалом у нас неожиданно после долгих разговоров о помощи, о том, что вот нападают враги, надо, чтобы Господь защитил, в разные тональности. 18-й вдруг начинает говорить о мироздании, о том, как мироздание возвещает славу Господню. Как будто псалмопевец впервые оторвал свой взор от своих собственных проблем, посмотрел вокруг себя. И в 19-м он смотрит на эти проблемы снова, но смотрит не столько он. 19-й псалом довольно необычен, потому что в 19-м псалме отвечает Господь. Обычно все-таки в псалтире мы видим слова человека. Его написание начальнику хора, псалом Давида, стандартное для этой части книги, я уже об этом еще раз говорить не буду, манера исполнения и некоторая связь с Давидом. В день беды да откликнется Господь на твой зов, имя Бога Якова тебя да хранит. Из святилища он да поможет тебе, да пошлет подмогу с горы Сион, да вспомнит приношения твои, всесожжениями пусть будет доволен. Да исполнит желание сердца твоего, твои замыслы осуществит, а нам даст ликовать о победе твоей, знамя поднять во имя нашего Бога. Да исполнит Господь все мольбы твои. Я знаю, что Господь помазанника спас, с небес своих святых откликнулся на зов, в деснице и могучей победу ему даровал. У тех колесниц, у этих кони. А мы призвали имя Господа нашего Бога. И вот они повержены, пали, а мы стоим, мы тверды. О Господь, даруй победу царю, отзовись, когда мы призываем тебя. А кто это говорит? Не очень понятно. С одной стороны, вот я сказал, что Господь отвечает. На самом деле, это мольба о том, чтобы Господь ответил, но мольба такая вполне уверенная начинается, как просьба завершается словами о том, что да, мы знаем, что Господь ему поможет, так кому ему? Вот там дальше сказано помазанник. То есть этот псалом тоже относится к числу царских. Вот царь Израиля, его центральная фигура, но говорит не царь. Как мы читали и в самом начале, Псалтире, второй псалом, который был тоже царский, здесь скорее говорит хор от лица всего народа. И, соответственно, вот царь, он во главе народа вступает в борьбу со своими врагами, и народ его поддерживает, просит о нем народ, надеется ликовать, и более того, воспринимает эту мольбу, как уже услышано. Я знаю, что Господь помазанника спас, откликнулся на зов. И дается такая параллель у всех колесниц, у этих коней, а мы призвали имя Господа нашего Бога. То есть сила не в оружии, сила не в каком-то наступательном вооружении, не в том, чтобы применить какую-то тактику особую, сила в том, чтобы призвать Бога. И мы стоим, мы тверды. При этом все равно они просят в конце, Господь даруй победу царю, а зависть, когда мы призываем тебя. Наверное, имеется в виду целый ряд каких-то военных действий, событий, которые одни уже миновали, и Господь действительно даровал победу, другие еще только состоятся, и они просят о победе в этой борьбе. Но в любом случае для них царь – это вот та фигура, которая стоит между народом и Богом, и сам по себе он, может быть, даже не очень важен как личность, но скорее он важен как символический представитель народа перед Богом, и, может быть, отчасти как символический представитель Бога для своего народа. Вот он не просто, ну, вот бывает священник, бывает обыденный молящийся, а он скорее вот такая фигура в центре. И тем самым псалтирь возвращается вот к этой теме царской власти, и царь воспринимается как помазание, как вот такая фигура посредника. Как это связано со всем предшествующим, хотя мы там видим псалмы Давида, мы видим там конкретную проблему Давида, когда его гонят, когда он спасается от Саула. И вот здесь, наоборот, он уже как будто на престоле, может быть, и Недавида, какой-то другой царь. И получается, что вот в девятнадцатом псалме царь у нас становится как бы человеком вообще, вот таким символом, да, который в том или ином виде приложим к любому человеку, потому что предшествующие псалмы совершенно точно не только царь может произносить от своего лица. Но вот царя это касается в какой-то особой мере, то есть царь это не только посредник, но царь это и символ. Ну, можно привести в качестве параллеля, допустим, колонизацию семьи последнего российского императора, которая в каком-то смысле стала колонизацией всех мучеников, пострадавших за веру. Мы имен очень многих из них не знаем и не узнаем никогда, да, даже не всегда за веру, а, скажем, за право жить так, как они считали нужным и оставаться самими собой. И понятно, что, с одной стороны, да, это люди, которые сами проявили определенные качества, да, в очень тяжелых обстоятельствах, а, с другой стороны, они представители своего народа, да, они вот такие символические, ну, посредники здесь не подойдет, но символические представители, которые, собственно говоря, разделили судьбу своего народа, но просто об их судьбе мы знаем много, и она у нас на виду. И вот здесь царь точно такой же, но, по счастью, здесь имеется в виду победа царя. Это достаточно важная вещь, потому что о монархии в Ветхом Завете говорится довольно много, довольно подробно. Местами царь – это помазание, которое исполняет волю Божью, местами царь – это дурное помазание, которое не исполняет. Местами монархия даже – это такая плохая замена теократии. В самом начале Первой книги царств говорится об установлении монархии как об отклонении от прямого правления Бога через пророков, да, но не справляются пророки и священники, поэтому приходится царя выбирать. То есть модели бывают разные, но вот этот псалом, он дает нам идеальную фигуру царя, и 20-й псалом продолжит эту линию, там тоже мы встретимся с этой фигурой. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok